Мы приглашаем к Тори Настю. Настя, ты готовилась? Иди к нам. Знаете, когда у каждого ребенка в жизни есть момент истины. Один говорит, я не хочу больше вас слушаться и уходит. Но кто-то говорит, я хочу слушать тебя. И вот Настя сегодня вышла перед вами, чтобы сказать Богу, Израиле, что я хочу. Я хочу слышать тебя, я хочу идти с тобой, я хочу посвятить тебе свою жизнь. Это не просто обычаи, это не просто традиция. Это то, что характеризует человека. И Настя у нас сегодня героиня, она вышла сюда. Шаббат шалом, дорогая община. Давайте встанем перед чтением Тори. Сегодня мы будем говорить о главе Велех. Сейчас я прочитаю краткое описание об этой главе. Глава Велех и пошел. Находится в книге Второзакония, 31 глава, с 1 по 31 стих. И описывает события последнего дня земной жизни Маше. 120 лет мне сегодня, говорит он народу. Я не могу больше выходить и входить. Маше делает Иисуса Навина своим приемником, записывает или завершает записывать всю Тору на свитке, которую вручает левитам для сохранения в Ковчеге Завета. Дается заповедь всеобщего собрания. Каждые 7 лет, в праздник Суккот, первого года цикла Шмиты, весь еврейский народ, мужчины, женщины и дети, должны были собираться в Иерусалимском храме, где царь должен был читать для них Тору. Глава завершается предсказанием о том, что народ Израиля нарушит Завет Всевышнего, из-за чего Бог скроет лик свой от них, на что окончательно их потомками Тора не будет забыто никогда. Тора похожа на драгоценный камень со множеством граней. В каждом отрывке можно найти много интересных и поучательных историй для жизни. Сегодня я хочу рассказать об одной грани драгоценного камня из главы Велех. Песни Моисея. Кто учился или учится в школе, знает, как сложно выучить стихи, заданные на уроке литературы. Но если эти стихи будут с песней, выучить их не составляет труда, и они не забываются. Бог дал Израилю песню, потому что знал. Песню запомнить легко. А вы когда-то пели песни в школе, в детстве? Все ведь, наверное, когда-то пели песни, так ведь? Вот видите, Бог лучше знает, что и как работает. Поэтому Бог, как любящий отец, позаботился, чтобы мы не забывали самое главное. Кроме песни, Он повелел свои слова и записывается народу на свитках, чтобы не забывать. Ответ, почему Бог сделал так, мы находим главы Велеха в Терозаконии, 31 глава с 11 по 12 стих. «Когда весь Израиль придет явиться при лице Господа Бога Твоего на место, которое изберет Господь, читай все законы пред всем Израилем в слух Его. Собери народ, мужей, жен и детей, и пришельцев Твоих, которые убудут в жилищах Твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Бога Вашего и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога Вашего. Во все дни, доколе Вы будете жить на земле, к которой Вы приходите за Иордан, чтобы овладеть ее. Почему Бог дает заповеди? Он запрещает нам делать одно и разрешает делать другое. Почему так? Наверное, потому, что знают, как будет лучше, и чтобы мы смогли уберечь себя от проблем. Как отец своим детям хочет дать своему народу счастье. Но очень часто мы не слушаем его. И когда с нами происходит что-то плохое, мы часто виним в этом Бога. Мы говорим, Бог есть любовь. Почему все так плохо? И цитируем это место писания из Бритха Даша Нового Завета. Мы познали любовь, которую имеет нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает и Бог, и Бог в нем. 1 Иоанна 4, глава 16 стих. Бог есть любовь, но любовь не есть Бог. Мы часто путаем эти понятия, и требуем Бога исполнения наших приходей, как капризный ребенок и игрушку в магазине. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте. Поступайте по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняют, человек будет жив. Я Господь. Левитт, 18 глава, с 4 по 5 стих. Заповеди, праздники Господни нужны нам, а не людям, а не Богу. Это как инструменты или как ступеньки, которые ведут нас по Божьему пути. Поэтому мы должны исполнять его повеление, а не забывать. Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающиеся обеих себя. Якова, 1 глава, 22 стих. Из этой главы мы можем вынести важный урок, чтобы нам было хорошо в жизни, чтобы наша вера в Бога зарастала. Мы должны быть послушны Ему. Это наша обязанность, а не Его. Следить за тем, исполняем мы или не исполняем. Ведь наша жизнь покажет, послушны мы Богу или нет. Читайте Писание, учите других истинным Божьим, будьте послушны Его повелениям, и вы увидите Божью славу в ваших жизнях. Благодаря всех нас, Исшуа, Мессия, Израиля. Аминь. И сегодня родители еще благословят. У нас же переемственность поколений. Папа, мама, они тоже ждали этого момента и волновались не меньше. И мы приглашаем родителей Насти сюда, чтобы они благословили своего ребенка, Ребе. И вы тоже же к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Господи, я благодарю Тебя за нашу дочь, что она уже выросла, стала совсем взрослой. И я молюсь, чтобы вот то слово, которое она говорила, чтобы тоже как бы исполнилось в ее жизни, чтобы она тоже исполняла Твои заповеди, чтобы она изучала Твое слово. И молюсь Тебя, Господи, чтобы Ты давал ей откровение, чтобы Твое слово, оно открылось для нее, чтобы она оживала в ее сердце. И чтобы Ты, Господь, явился ей как Бог Отец, который любит ее, как живой Бог, который хочет общения с ней, хочет общаться, хочет учить ее чему-то, хочет наставлять ее, хочет, чтобы его замысел, чтобы его планы, чтобы исполнились ее жизни, чтобы она была благословенной женщиной, девушкой Божьей. И я молюсь, Господи, чтобы Твоя победа, она всегда присутствовала в ее жизни, потому что Господь Иисус Христос уже дал нам победу, победу над этим миром, победу над врагом. Господи, также прошу Тебя, благослови ее верующими, друзьями, с которыми она могла бы вместе молиться, вместе искать Твоего лица. Вот. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Поздравляю тебя с днем рождения. С днем рождения. И, конечно же, очень важно это учителя. Учителя как стена, которая заграждает наших детей этого мира. Аминь. И мы благодарны вам, что вы учите в нашей шабатной школе наших детей. на правах учителя я бы хотел, прежде чем я помолюсь за Настю, сказать пару слов. Значит, ну, года три назад мы с Настей познакомились. Это была очень такая скромная, стеснительная девочка. Она в основном ни в чем не участвовала, но мы молились за нее, работали с ней, общались с ней. И буквально вот последний год эта девочка, она настолько сильно открылась, она начала сдавать тесты, отвечать практически на уровне всех детей, которые были раньше впереди ее. То есть я очень рад, что ты, Настя, приняла такое хорошее, правильное решение стать еще взрослее. И поэтому, Господь, я благодарю Тебя за Настю, Господь, и благословляю ее в начале ее пути, Господь. И прошу Тебя, благослови все решения, все шаги Насте в дальнейшем ее жизни. Во имя Иисуса, благослови ее родителей, чтобы она была благословением для них, для них. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Это тебе от нас. Аплодисменты. 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 И давайте мы протянем свои руки к ней. Мы благодарны Тебе, Авинуша Башамам, Отец Небесный, за наше наследие. Каждое поколение несет эту искорку веры, которую наши родители положили в нас, мы, наших детей. А они вложат в своих. И мы просим о благодати и милости, чтобы наши дети ходили путям и Твоей Торы, Твое Священное Писание. Будь этим светильником для их стопы. И ходя тем путем, они и в старости не споткнутся. Научая их Твоим путям, мы благодарны, что мы можем жить в обществе, которое меняется. Боже, дай нам быть светом. Дай нам быть людьми, которые делают перемены в этом мире. Господь, спасибо Тебе за Твою Тору. Спасибо за всех наших детей, особенно Настю, во имя Иши Война Зарета. Амин. Пускай Бог благословит вас. И очень важно. И вы знаете, евреи всегда танцуют. Когда мы вышли из Египта, как говорили, наши ноги оторвались от земли, и мы начали танцевать. И есть такая хорошая еврейская традиция, она называется «Небесный танец». Когда человек на одно мгновение оторвается от земли ближе к небу. Настя, это будет однажды... Дай вот папе цветы, подарки, все хорошо. Идем. Это однажды будет в твоей жизни, когда ты будешь уже под хупой. Но это будет как генеральная репетиция. Садись, братья, идите сюда. И мы... Помогите ей. Идите сюда. Идите, идите, идите. Мужчины. И держусь. Держусь. Все. Идите, идите, идите. Идите, идите, идите. Идите, идите. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»